Продолжение следует... Вашему вниманию предлагается программа под названием «За дверью». Здравствуйте, меня зовут Джим Рабида. Я обычный член церкви адвентистов седьмого дня. Как адвентист я очень заинтересован в исполнении пророчеств о последнем времени, которое уже настало. Особым образом я думаю о роли римской католической церкви в заключительных событиях. Как-то раз во время служения на улицах города Беркли около десяти лет назад я познакомился с католическим священником и езуитом из университета в Сан-Франциско. В одной из наших бесед я спросил его, читал ли ты книгу «Великая борьба». Он ответил мне, что эта книга имеет в себе много ценных истин. Он сказал мне о том, что римская католическая церковь будет снова править миром. Я был в состоянии шока какое-то время. Ведь несмотря на то, что мы являемся адвентистами седьмого дня, мы часто не видим реального исполнения того, во что мы верим. Меня это очень задело, и я около десяти лет назад стал собирать книги о римском католицизме и его участии в мировой политике. Знаете, мы как адвентисты часто ожидаем ключевых событий, которые происходили бы открыто, но я понял, что 17 глава книги Откровения говорит совсем не об этом. В третьем стихе этой главы сказано следующее. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном». Зверь багряный символизирует все политические силы, которые объединяются для устранения заповедей Божьих. Женщина, сидящая на этом звере, это римский католицизм и ортодоксальное христианство. Иоанн описывает эти события как происходящие в пустыне. Читая 12 главу книги Откровения, мы узнаем, что ранняя церковь, удаляясь от преследований, отправилась в пустыню. В книге «Великая борьба», страница 55, Эллен Уайт говорит нам о том, что символ пустыни говорит о неопределенности и одиночестве. Это значит, что в последнее время римский католицизм действует тайным образом, влияя на правителей этого мира, в стремлениях взять под свой контроль наш мир. Я думаю, что это время уже наступило. Я решил сделать документальный фильм под названием «Скрытые реалии мировых процессов». Для этого я взял интервью у людей, которые либо сами имели личное отношение к тайной деятельности иезуитов, то есть католических священников, либо сами, как мы увидим в случае с одним человеком, были иезуитами, как, например, бывший иезуит по имени Альберто Ривера, а также интервью с еще одним тайным агентом национального правительства, работающим на Пентагон во время Второй мировой войны, чья жена была главной стенографисткой в Пентагоне. Все средства, пересылаемые для европейских войск, сперва проходили через Ватикан. Этот человек имел личные служебные связи с римскими католическими священниками. Послушаем его, он знает, о чем говорит. Я должен был оставить свои дела для того, чтобы выпустить этот документальный фильм, потому что я решил открыть вам эти сведения прямо сейчас. Иезуитские священники проникли в каждое учреждение и уже готовы к захвату власти. Я хотел бы, чтобы вы обратили пристальное внимание на первого человека, которого мы будем брать интервью. Он был бывший священник-изуит. Он рассказывает об этом проникновении с участием иезуитов. Особая работа совершается с целью просочиться в церкви и религиозные учреждения, так же, как и в правительство. Эта работа включает в себя колоссальное число всевозможных учреждений. С какой целью совершается это проникновение? Целью является все та же цель, которая имеет римская католическая церковь своей главной целью во все века. Просочиться, проникнуть во все сферы жизни человечества, в которые римский католицизм может взять контроль и доступ к рычагам, при помощи которых он станет мировым правительством. Это значит, что в приготовлении к владычеству над миром римский католицизм создал орден иезуитов в 1541 году. В 1541 году и в течение почти 500 лет с тех пор они готовятся к этому, проникая и пропитывая все слои общества, чтобы взять власть над миром политическим и миром религиозным. Две доктрины, позволяющие достигнуть этих грозных целей, определены в римском католицизме очень хорошо. Одна из доктрин называется «Учением об апостольском преемничестве». Она имеет дело с институтом папства. Вторая доктрина называется «Учением о временной власти». Она имеет дело с мировым правительством. Обе доктрины очень актуальны, потому что, как вы видите, папа на своей должности соответствует требованиям обоих доктрин. Он не только является главой своей церкви, как он и называет себя словами Павла II, он называет себя пастором своей церкви. Но он не только пастор церкви, он также является и главой своего государства, своей страны. Это значит, что он является главой политической единицы. Обе системы власти соединены в его лице. Говоря о пророчествах, мы как раз это и видим в книге «Откровения», где постоянно политическая власть идет рука об руку с религиозной властью. Я был в Чикаго много лет назад. Я работал литературным евангелистом, продавая книгу «Библейские чтения в кругу семьи». Мы вошли в один из престижных районов, где жили богатые люди и начали там трудиться. Когда я постучал в одну дверь, мне открыл католик, как я был уверен. Я предложил ему книги, и он пригласил меня войти. Как только я зашел, этот человек закрыл за мной дверь на ключ. Я спросил, зачем это нужно. Он открыл другую дверь в большую комнату для переговоров, после которой была большая столовая комната, разделявшая с этим кабинетом двойной дверью. В этой комнате совершалась большая работа. Собравшиеся были из Нью-Йорка и других районов Америки. Они планировали проведение совместной конференции и евхаристии в Чикаго, похожей на те, которые проводились в 30-е годы. Они стали общаться со мной, уговаривая меня присоединиться к ним, предлагая мне всякие возможности и преимущества, о которых вы только можете мечтать. Мне предлагали все, включая возможности заниматься научной работой. Они рассказывали мне о преимуществах, принадлежностях к католической церкви, а также о своих планах на Америку, о своих стратегиях работы здесь. Они говорили о той работе, которая уже была проведена в Америке, и которая приведет к такому положению вещей, при котором эта страна никак не сможет избежать их контроля, и перехода под их власть и юрисдикцию. Я спросил их о том, как они собираются завоевать юг страны, ведь там живут по большей части протестанты. Мне ответили, что юг будет усеян католическими семьями. Когда католики будут заключать браки с протестантами, их дети вырастут католиками, и спустя короткое время доля католиков будет увеличиваться, сначала до одной четверти, потом до половины, а после достижения католиками половина населения Америки, эта страна станет католической. Таков только один из методов, которые применяются католиками. Мне сказали о наличии других способов достижения этой цели. Я спросил, что будет, если люди об этом узнают, и если протестантам станут известны ваши планы. Мне ответили, что это может привести даже к силовому противостоянию. Я спросил у них об их готовности к этому противостоянию. Мне поведали о наличии военной силы, о наличии и готовности надлежащих сил и средств к действию. Мне говорили о готовности к захвату власти и призывали подумать о возможности перейти на нужную сторону прямо сейчас. Я ответил им, что ничего не может склонить меня к принятию католической веры. Абсолютно ничего. Я ответил, что моя семья идет в Царство Небесное, и я также устремляюсь туда. Я также поделился уверенностью о предстоящей вечной погибели папской системы и тем, что этой системы в вечности не будет. Поэтому я очень осторожно отношусь к тому, на какой я стороне. Я попросил открыть дверь и выпустить меня, поскольку я здесь был не один, и мои сотрудники знают, что я где-то здесь на случай моих розысков. Один из важных персон с шляпой кардинала встал и сказал, «Сэр, мы выпустим вас». Но мы желали бы сказать вам еще кое-что. Каждый человек, родившийся в США и родившийся не католиком, занесен в нашу картотеку. Его данные записаны на белой карточке до тех пор, пока мы не решим наблюдать за ним. В последнем случае он заносится в синюю карту. Если же мы приходим к выводу о нецелесообразности вашего существования, вы заноситесь в красную карту, и вы на всю жизнь остаетесь в красной карте. Я знаю, что меня знали и за мной следили всю мою жизнь, и следят до сих пор. Я могу рассказать вам много историй, но ограничимся только этой. Да, в 1967 году ко мне пришел мой весьма вдохновленный друг. Он рассказал о своем литературном евангелизме в Индиане. Ходя от дома к дому и посещая людей, он был любезно приглашен в один дом. Дверь после его стука открылась очень быстро, и он очень этому удивился. Когда он вошел, то человек, пригласивший его, сказал, «Я знаю вас». На вопрос, что вы имеете в виду, он ответил, «Позвольте мне кое-что вам показать». Он приподнял часть ковра на полу своего дома, и под этим ковром была дверь. Он открыл эту дверь, и за ней была лестница в подвал. Хозяин дома сказал, «Я желаю вам кое-что показать». Они спустились в подвал. Там хозяин дома показал большие ящики с картотекой. Смотря на эти ящики, гость спросил, «Для чего они здесь?» В ответ хозяин сказал, «Мы знаем, кто вы такой, и я хочу спросить у вас. Назовите мне любое имя любого человека, который ходит в вашу церковь». Гость назвал имя одной из своих знакомых девушек. Хозяин дома подошел к одному из ящиков, вытащил документы с названным именем и рассказал о том, что названный человек был крещен такого-то числа, является членом такой-то церкви и так далее. Мой приятель широко открыл глаза и спросил, «Что все это значит? Как вам удалось собрать всю эту информацию?» Хозяин сказал о своей принадлежности к католической церкви, к особому ордену этой церкви и о том, что все люди по всей стране занесены в такие картотеки. Мы знаем, кто вы, и мы имеем более подробные сведения о вас, чем вы можете иметь о себе сами. Я просто хотел рассказать вам об этом, чтобы вы знали о наших возможностях. Мой друг в тот день, как покинул этот дом, тот дом, уже не смог продавать книги в тот день, но я думаю, что как личность он уже стал более серьезно задумываться о том, что происходит. Я всегда была открытой по отношению к людям, с которыми связано по жизни. Я открыта даже друзьям, не говоря уже о муже. И я была такой весь период своей совместной жизни с этим человеком. Но он был не таким. Отсутствовал ли он долгий период времени? Да, отсутствовал. Он уезжал порой на 3 или 4 месяца каждый год, а порой на более короткий срок. Но его отсутствие длилось не меньше 6 недель. Он очень гневался, когда уезжал. Он говорил, что и очень не хотел. Я расстраиваю его, когда спрашиваю о его отъезде и о причинах нашего расставания. Он говорил, что тоже очень расстроен нашей разлукой, но ему нужно уехать. Я позже поняла, что он был не против такого образа жизни. Это было средство манипулирования вами? Да, это правда. Проявлял ли он сожаление об этом образе жизни? Не думаю. Он относился к нему как к работе. Наши близкие соседи, жившие через дорогу, знали моего мужа и знали его долгие годы. И когда мы с Джо решили повенчаться, он пытался общаться с ними. Но я не знаю, рассказывал ли он им то, что не рассказывал мне. Но эти соседи первыми сообщили мне о том, что Джо на самом деле является католическим священником. Многие мои друзья задаются вопросами, о Джо. Они не задают ему их, но сами думают об этом. Они считали его очень странным человеком. Они считали странным его долгие отсутствие и разлуку со мной. Я, конечно, справлялась с этими проблемами, не зная правды, и думая, что он раздражал меня до такой степени, что я фактически содействовала его отъезду. Но на самом деле ему нужно было уезжать. Он был членом церкви. Я уверена в том, что он имел призвание. Он имел свое служение и ту работу, которую ему необходимо совершать для своей церкви. Когда обрели вы уверенность в том, что вы замужем за человеком, который является католическим священником? Когда он в итоге убедил меня в необходимости повенчаться в его церкви? Я уже принадлежала церкви адвентистов седьмого дня. Думаю, что на тот момент я как раз и приняла крещение в этой церкви. Но я чувствовала, что, вероятно, было бы разумным повенчаться с ним в католической церкви. Поэтому я согласилась, и мы поехали искать священника, которого хорошо знали, чтобы обсудить тему нашего бракосочетания. Но мы должны были проехать в другой офис, вернее, в другую группу офисов, и увидеть кардинала. И когда мы пришли для обсуждения нашего венчания с кардиналом, Джо разговаривал с этим кардиналом скорее как с кем-то младшим по званию. Я посчитала это чем-то необычным, потому что здравый смысл подсказывал мне, что люди не разговаривают с кардиналом таким образом, даже если они католики. Я подумала, что это странно. Затем кардинал вывел Джо в другое помещение, скорее всего, для того, чтобы поговорить с ним наедине, без меня. И тогда я поняла, что он был католическим священником. Он тогда сказал мне, что он собирается, как это называется, у них. Он сказал, что собирается отстраниться, отойти от этих дел. Я подумала, что это странно, слышать от человека, посвященного своей церкви, что он желает отстраниться. Затем я узнала о том, что они на самом деле обсуждали служение священника. Я выбросила бумаги и сказала, что с меня хватит, что я отказываюсь от своих намерений и не собираюсь венчаться. Что вы слышали о служении священника? Я слышала различные мнения и точки зрения на эту тему, что сформировало некое смутное представление, но я знала, что в тот день они обсуждали служение священника и имела об этом определенное представление. Сколько времени вы уже были женаты на тот момент? Думаю, что лет шесть. Я выбросила бумаги. Все, что я здесь имею, это то, что я смогла собрать позже. Интересно, что у меня пропали даже бумаги, свидетельствующие о моем разводе. Я не знаю, что случилось с остальными бумагами, но это не секрет, что они были здесь у меня. Я не знаю, что с ними случилось, включая свидетельство о разводе. Остались ли у вас какие-то фотографии, Джо? У нас было очень много фотографий, но много фотографировались. Что же с ними случилось? Они куда-то пропали, я не знаю, где они. У меня совсем не осталось фотографий на сегодняшний день. Это он забрал все фотографии? Я не думаю, что это он. Мне не верится в это, но кто знает. И у вас не осталось ни одной фотографии Джо на сегодняшний день? Нет, ни одной, совсем нет. Вы как-то говорили, что в ваш дом проникли и украли эти фотографии. Да, некоторые вещи унесли из дома, их выкрали. Кому могли понадобиться фотографии? В коробке с фотографиями было что-то еще, я в этом уверен. Но даже если это не так, то кто знает, что произошло? Это не поддается объяснению. Пропало не так много вещей. Даже фотографии моих детей пропали. Он что-то говорил о Гитлере, не так ли? О, да. Что он говорил о Гитлере? Он говорил, что Гитлер был одним из самых плодотворных их сотрудников. Муссолини, по его словам, также был ревностным католиком. Он также упоминал и мафию, говоря о лучших представителях церкви. Когда я показал ему приобретенную мною книгу, написанную Самуилом Бакиоки, он сказал, да это же наш человек. И еще он сказал, обрати внимание на то, где эта книга была издана. И он открыл страницу с этой информацией, где было написано «Издано в Риме». Он обратил мое особое внимание на этот факт. Не имеете ли вы в виду, что он упоминал Гитлера и Муссолини в то же время, что и Самуила Бакиоки? Я не уверена в этом. Не могу точно сказать. Не думаю, что это было в одно и то же время. Как вы себя чувствовали, когда слышали эти слова? Не склонялись ли вы к мысли о том, что он шутит с вами? Да, я часто думала, что он просто забавляется, и поэтому я задавала вопросы о сказанном. Но после этого я понимала, что с шутками это не имело ничего общего. Однако постоянно было такое чувство, что он шутит. Джо был очень сдержанный человек, и не всегда было понятно, что он шутит. Это было к тому же редко. Он был очень серьезным человеком. Он имел внутри себя постоянное осознание серьезной миссии, которую ему предстояло исполнить. Я живу в городе Пасадина в Южной Калифорнии. Это всего лишь в нескольких милях от Гриндейла, где Моу Уэтс проповедовал субботними вечерами и рассуждал о католической церкви, о числе 666, о том, как язычество проникло в церковь. Его сведения были чрезвычайно интересными. Даже сегодня я вижу исполняющимися некоторые его предположения. Он имел с собой распечатанные схемы и рисунки, которые он скопировал из своих публикаций и раздавал людям. Я знаю, что он провел большое исследование. Когда он вернулся в семинарию, он взялся за изучение связи между числом 666 и римской католической церковью. Когда он пошел в семинарию, некоторые там говорили, «Мы знаем, что среди нашего персонала присутствуют иезуиты, и мы полагаем, что нам известно, кто это». Спустя короткое время Моу также говорил, что ему известен ответ на этот вопрос. Однако он продолжал свое исследование. Он собирал сведения из книг, которые были напечатаны в Риме католической церковью, и эти сведения он имел на своих копиях, которые раздавал. В самый разгар своего исследования он взял образцы этого изумительного материала и принес их к одному из лидеров семинарии в Вашингтоне, чтобы показать результаты своих исследований. Руководитель семинарии, даже несмотря на эти бумаги, сказал, «Брат Уэтс, это исследование не для вас». «Но взгляните на то, что я нашел. Это все правда, это доказано. Вот фотографии, вот оригиналы текстов. Нет никаких сомнений». В ответ он услышал то же самое. «Брат Уэтс, этот материал и этот предмет не для вас». Он был очень расстроен. Он пошел к своему ректору, который был профессором истории, и показал ему свои находки. Профессор пожелал ему написать статью об этом. Но Уэтс сказал, «К сожалению, в разговоре с таким-то и таким-то руководителем, назвал его имя, мне было сказано, что мне запрещается продолжать изучение этой темы, поэтому я не осмеливаюсь написать об этом статью». Спустя время некоторые из его друзей сказали ему, что если он не изменит тему своих исследований, то он никогда не кончит этот университет. Его ректор также сказал об этом. Поэтому он изменил тему на менее острую и насущную. Наконец пришло время для выпуска Мола из этой семинарии. Обстоятельства сложились так, что этот руководитель был вызван в Европу на год, и в течение этого года Мол был выпущен. Поэтому издал свои статьи. После этого данный руководитель умер. И его самый близкий друг однажды разговаривал с доктором Молом и сказал, «Я точно знаю, что этот руководитель был иезуитом, потому что я был ему близким другом, и я знаю об этом точно». Мол был хорошим студентом. Я вспомнил о нем, когда услышал аудиозапись его выступления и узнал его голос. Это был волнующий опыт. Я рад был услышать снова его голос, потому что я с радостью слушал его выступления. Он хорошо учился, имел хорошие манеры, был настоящим ученым. Он, несомненно, был большим приобретением для этого общества. Предмет проникновения иезуитов в протестантские церкви, когда бы этот вопрос не поднимался, он часто игнорируется, отклоняется и замалчивается при первом же своем появлении. По какой-то причине немногие желают даже думать об этом. Но я хочу вам рассказать реальную историю, происшедшую в 1939 году в учреждении, принадлежавшем Церкви Адвентистов Седьмого дня. Это был Миссионерский колледж Вашингтон, расположенный в таком парке Мэрилла. Эта история была рассказана мне доктором Уилкенсоном, который был президентом этого колледжа с 1935 по 1945 год. Доктор Уилкенсон рассказал мне, что он разоблачил иезуитского священника, проникшего в колледж еще в то время, в 1939 году. Вот как это произошло. Совет этого учебного заведения принял на работу нового преподавателя библейской дисциплины. Этот человек преподавал Библию студентам последних курсов в колледже около пяти месяцев. Доктор Уилкенсон всегда поощрял политику открытости в колледже. Он также содействовал уверенности студентов в надежности колледжа, особенно студентов теологии. Некоторые из этих молодых людей пришли к нему спустя четыре или пять месяцев и сказали, «Доктор Уилкенсон, наш новый преподаватель, учит совсем другому, чем учите вы, преподавая библейские дисциплины. Мы некоторые вещи не понимаем. Он сеет в классах определенные сомнения насчет наших теологических основ, насчет наших доктрин. И эти сомнения никак не разрешаются, они как бы зависают в воздухе». Они имели много вопросов, на которые доктор Уилкенсон не мог ответить. Это вызвало подозрения со стороны доктора Уилкенсона по отношению к данному преподавателю. Учителя имели в данном учебном заведении свои почтовые ящички, куда вкладывались письма и корреспонденция для этих учителей. Работники факультета приходили и забирали свои письма из этих ящиков. Однажды утром Уилкенсон увидел конверт в ящике нового библейского учителя. Письмо было довольно объемным, прямоугольной формы. Оно было похоже на письмо какой-то организации. Когда почтальон окончил сортировку писем и вышел, доктор Уилкенсон взял это письмо из ящика. Взглянув на него, он обнаружил, что обратный адрес принадлежал одному колледжу, который был иезуитским колледжем. Этот колледж был недалеко от миссионерского колледжа в Вашингтоне. Он взял это письмо и открыл его. Это, безусловно, было незаконным действием. Но когда речь идет об иезуитском ордене, то мы знаем о многочисленных беззакониях этой организации, совершенных в свое время. Покушения на царей и государственных деятелей были далеко не самыми большими в этом списке. Иезуитский орден имеет девиз «Цель оправдывает средства». Уилкенсон в данном случае решил открыть это письмо. Он решил, что если в этом письме не будет ничего подозрительного, то он снова закроет его и положит на место. Но, открыв письмо, он нашел внутри него распоряжение и инструкции от вышестоящего лица для этого преподавателя, в которых ему говорилось о методах и предметах проповедования и обучении в своих классах библейских дисциплин на предстоящие несколько месяцев. Доктор Уилкенсон забрал письмо, пошел к себе в кабинет и вызвал к себе этого учителя. Он сказал преподавателю, «У меня на столе письмо для вас. Возьмите его. Мы знаем, кто вы, и мы знаем, для чего вы здесь. Вы иезуит. Не правда ли?» Молодой преподаватель взглянул на доктора Уилкенсона, забрал свое письмо, повернулся и вышел. Больше этого человека никто не видел. Он даже не пришел забрать свою зарплату. Он покинул студенческий городок в тот же час. Когда я работал детективом в Вашингтоне во время Второй мировой войны, я поехал домой в Александрию, штат Вирджиния, из Вашингтона, и по дороге мне встретились два богослова, голосующие в попытках доехать куда-то на попутных машинах. Я решил подобрать их и расспросить об их исследованиях. Когда они заняли свои места, я спросил, «Вы ребята из университета в Джорджтауне?» и «Вы учитесь на священников, не так ли?» Они говорят, «Нет, мы не учимся на священников, но вы же богословы из университета Джорджтаун, что же вы в таком случае изучаете?» Они говорят, «Мы англиканские братья». Я говорю, «В церкви нам никогда не рассказывали об англиканской церкви. Я немного знаю о них. Мне интересно, чем они занимаются и для чего они существуют». Они говорят, «Мы изучаем методы работы с протестантскими церквями, чтобы помочь им понять, чего от них требует Вселенская Церковь, чтобы они могли сотрудничать с ней и она с ними». И я спрашиваю, «Сколько же человек изучают эти вопросы?» Они отвечают, «Около 780 человек». Я спросил, «Сколько человек оканчивает обучение?» Они говорят, «Приблизительно столько же, около 780». От 700 до 780. Я спросил, «Сколько человек окончило обучение в прошлом году?» Они ответили, «Сколько человек, я спросил, окончило на год раньше?» Они ответили, «Я посчитал общее количество выпускников и получилось, что 3800 человек на тот момент уже выпустились и приступили к своей деятельности». Я спросил, «Что вы делаете по окончании колледжа?» Они говорят, «Во-первых, мы узнаем, сколько человек, по нашим данным, закончит свое обучение в следующем году. На следующий год студентов будет около 900». И что же вы делаете после выпуска? Во-первых, мы изменяем наши имена. Затем, изменив имена, мы направляемся в различные церкви. Я спрашиваю, «Что же вы делаете, когда приходите в церковь?» Они говорят, «Во-первых, мы присматриваем какую-нибудь молодую, красивую девушку с хорошей репутацией, а затем мы женимся на ней. После этого мы направляемся в протестантскую семинарию, где изучается теология, и выходим из нее служителями-протестантами. После этого мы пытаемся достичь как можно более высокого положения в церковной карьере, чтобы получить наибольшее влияние». Я спросил, «Все ли вы работаете в одной и той же местности?» Они говорят, «Нет, но мы все проникаем в церковь, чтобы получить возможность управлять церковной процессами и таким образом направить церкви в нужное русло». Итак, эти студенты были римскими католиками. Насколько я знаю, эти студенты были иезуитами. Они проникают не только в сами протестантские церкви, но и в церковные колледжи и университеты. Один из тех, кого я знаю, стал преподавателем в методистской церкви, и через него проходило много учеников, подобно картам в колоде. Они не брезгуют никем и ничем, чтобы достичь своих целей. Некоторое количество лет назад, когда мой отец впервые приступил к служению как пастор Арабито, он был послан генеральной конференцией в город Рино, штат Анивада, где было первое служение среди итальяноязычного населения. К тому времени некоторые люди мигрировали с восточных районов и заселили Запад, особенно район города Рино. Поэтому была нужда отправить туда молодого служителя. Мой отец проявил готовность и желание посвятить свое время и силы этому служению, как мой молодой служитель. Он был послан в Рино, Невада. Оттуда его послали согласно с нуждой, возникшей после этого, когда у него в общине уже было 40 или 50 человек. Нужда в таком служителе появилась в Сан-Франциско. Безусловно, он всегда был готов, желал он этого или нет, был готов поехать туда, куда его посылали. Призыв поступил, и он поехал в Сан-Франциско, чтобы трудиться там среди итальяноязычного населения. Конечно, в то время они уже имели какое-то представление об иезуитах и об их планах, а это было давно, так или иначе, потрудившись там, он получил призыв переехать в Окленд, чтобы трудиться там среди итальяноязычных людей. Ему сказали, что он будет трудиться бок о бок с человеком по имени Кальдерони, пастором Розарио Кальдерони, который возглавлял всю работу в том районе. Мой отец поехал и трудился под началом пастора Кальдерони. Он какое-то время работал там, в Окленде, приводя людей в церковь, изучая с ними Библию, и многие души были крещены в то время благодаря его труду, который он совершал в той местности. В то время он подружился с пастором Кальдерони. Однажды пастор Кальдерони признался в том, что он был обучен и подготовлен в колледже, в Римском католическом колледже в Италии, и он должен был стать иезуитом. Он признался уже в то время, что он подготовленный иезуит. Он сказал, что он отошел от этого ордена и стал адвентистом, потому что он понял факт отсутствия истины у иезуитов. К счастью, мы все ему поверили. Но вскоре после этого, как отец был переведен в другую местность, чтобы послужить небольшой церкви в этом районе, куда он и направился, и, конечно же, все это время он служил под управлением пастора Розарио Кальдерони. Тогда он и понял, что в служении этого человека что-то не так. В то время пастор Кальдерони к неведению моего отца постепенно уничтожал все наши труды, которые совершились среди итальяноязычных людей. Люди приходили и жаловались, что много денег направляется к этому пастору и спрашивали о судьбе этих пожертвований. Этот пастор посещал многих и клеветал на многих молодых служителей, которые, подобно моему отцу, недавно познакомились с истиной. Многие из этих молодых служителей в то время оставили свое служение один за одним, приводя различные причины и объяснения этому выбору. В конце концов, выяснилось, что Кальдерони в разговоре с пастором Хаусфиком, отвечавшим в то время за работу с иностранцами, услышал вопрос этого пастора о том, почему это происходит. Церковь была просто обескуражена этим. Мы не знали, что и думать до поры до времени, пока они поняли, что это происходило под данным причином, и начали предполагать, что пастор Кальдерони все еще служил «Езуистскому ордену». Все указывало на этот факт, потому что в противном случае работа бы продвигалась с большим успехом, с большим успехом, как и раньше. Друзья, я могу рассказать вам только об одном случае, но я, конечно, знаю и много других инцидентов. Если один человек способен настолько повлиять на нашу работу и свести на нет весь труд среди итальяноязычного населения, то нетрудно представить последствия деятельности многих таких людей, а такая деятельность совершается и поныне. Это был мой отец, Джон Арбида, который был отстранен от служения в результате деятельности иезуитов в церкви адвентистов седьмого дня. Адвентистам нужно пробудиться, время коротко. Какие организации сегодня находятся под контролем Ордена Иезуитов и других учреждений католицизма? Какие силы и структуры находятся в их руках, чтобы послужить средством в их последней попытке завладеть миром? Мы можем кое-что понять, когда взглянем назад в историю на Совет Тренд, проходивший в 1540-х, 50-х и 60-х годах. В течение тех лет были разработаны клятвы и присяги, которые применялись в этих секретных орденах, чтобы взять под контроль систему образования протестантов, чтобы контролировать их учебное заведение, церкви, а особенно, чтобы уничтожить авторитет Библии с созданием огромного количества переводов, уничтожить европейскую монархию, уничтожить национализм, чтобы создать новые календари с использованием астрономии и астрологии, которые в конечном итоге лишат субботу ее святости и перенесут эту святость на воскресенье. Они также собирались завладеть миром бизнеса, интернациональными взаимоотношениями. Они намерены завладеть системой банков, завладеть иудаизмом, завладеть движением сионизма. Они желают создавать политические противостояния, хаос, и все это с одной-единственной целью, с целью мировой власти католицизма. Послушайте следующее. Я обучал и подготавливал людей в различных иезуитских организациях, таких как Синья Армия и другие организации специального назначения. Я многих людей подготавливал и рассказывал, как они могут стать баптистами, как они могут стать адвентистами, как они могут стать методистами, как они могут стать пресвятерианами, как им стать пятидесятниками и всеми остальными представителями религий, чтобы они могли проникнуть в эти организации. Я бы хотел задать вопрос и думаю, что для этого как раз настало время. Не имеет ли организация Синяя Армия какое-то отношение к организации под названием Фатима? Да, это верно. Синяя Армия содействовала развитию этого культа, этого сатанинского культа здесь, в Соединенных Штатах. В каждой стране римский католицизм способствует развитию этих движений до такой степени, что они чрезвычайно искажают истину. К примеру, то же представление о Марии, которое противоположно библейской истине, об истинной Марии, которая описана в Евангелии. Католики открывают перед подобными организациями путь для развития и роста. Синяя армия больше всего содействовала развитию культа, исказившего истину о Марии здесь, в Соединенных Штатах. У иезуитов есть отдельные, но подконтрольные им организации. Есть масоны, есть иллюминати, есть движение Новый век, есть трехсторонний союз, есть так называемый римский клуб и многие другие организации и клубы, которые так или иначе содействуют и исполняют планы иезуитов в их сфере и области жизнедеятельности, будь то тайной или публичной организации. Иезуиты нуждаются в контроле различных областей, сфер и людей, и таким образом они подготавливаются к установлению тотального контроля с помощью этих организаций. Помимо этой задачи они имеют планы на установление того, что они называют христианской демократией. Эта система отношений еще одной детище организации под названием Апустеи. Данное слово происходит от латыни. Латинское определение этого латинского термина «работа Божья» означает, то есть слово Апустеи состоит из двух частей или из двух слов. Первое слово Апус означает «работа» или «дело», а второе Апус Теи означает «бог». Получается Апус Теи «дело Божье». Совет Трент в свое время был проведен под контролем иезуитов, да. Как насчет Ватикана 2, есть ли между этими советами какая-то связь? Да, связь весьма и весьма пророческая. Я был на этом событии и я думаю, что тут нет ничего загадочного. Эта связь настолько пророческая, что когда состоялся совет Трент, это был первый совет, которым управлял орден иезуитов. Совет в Ватикане проводился тем же самым орденом иезуитов с тем же самым намерением. С таким же намерением. Вы знаете намерение и цель совета Трент. Целью совета Трент была контрреформация. Но каким было намерение совета Ватикана Второго? Целью была еще одна контрреформация, но называлась она уже словом Возрождение. Вы теперь видите, в чем дело. Изменению подверглось имя, но намерение осталось прежним. Добавилась больше загадочность. Контрреформация была принята как цель на совете Трент. Полная контрреформация совершалась по решению совета Трент. С того времени и до сего дня Совет Ватикана Второго выступил с инициативой Возрождения. Это был второй шаг. И я бы сказал последний шаг в процессе контрреформации. А как насчет харизматического движения? Какая с ним есть связь? Харизматическое движение служит не одному, а нескольким намерениям и планам. Мы уже говорили о движении в пользу смещения субботно на воскресенье и о том, что различные динаминации имеют дело с какими-то конкретными вопросами. Харизматическое движение играет свою роль, потому что оно используется по одной причине. Иезуитам нелегко было работать с пятидесятничеством. пятидесятническими динаминациями. Это был крепкий орешек. Даже несмотря на то, что пятидесятникам предлагалось участвовать в экономическом движении еще со времен Второй мировой войны, поскольку это движение началось еще тогда, весь ведь Всемирный Совет Церквей начал свое существование при поддержке иезуитов в Европе в 1945 году после окончания Второй мировой войны или во время ее окончания. Уже тогда иезуиты неустанно трудились для объединения всех протестантов Европы. И эта деятельность привела к созданию Всемирного Совета Церквей и Экуменического Движения. Сегодня Харизматическое Движение служит этим целью. Пятидесятники, которых трудно было привлечь к Экуменическому Диалогу, уже привлечены к нему посредством так называемых Харизматических Даров. Мы были в Лондоне в аэропорту и видели там человека в униформе, которую носят католические священники. Он вел себя не так, как мы привыкли видеть дружелюбных и добрых священников. Он вел себя очень загадочно и странно. Люди чувствовали это. Я не надеялся увидеть его снова. Но в Балтиморе в аэропорту в месте получения багажа я обернулся и увидел его рядом со мной. Я повернулся к нему и сказал «Здравствуй, приятель. Вы иезуит, не так ли?» Он ответил «Да», с большой улыбкой на лице, показав все свои зубы. Он был очень доволен собой. Я спросил «Послушайте, я очень интересуюсь иезуитами. Я читал кое-что о них. Что вы думаете о так называемом Совете Трент? Для чего он был создан? Что вы думаете о проникновении иезуитов в протестантизм, об их деятельности посредством таких организаций, как Иллюминати, о теории футуризма, о тайном плане захвата контроля над протестантскими церквями? Я задал ему много вопросов и увидел своего рода метаморфозу в его поведении. Мгновенно его лицо стало грубым, улыбка куда-то делась, он взглянул мне прямо в глаза и сказал, вы кое-что уже знаете, не так ли? Он не ожидал таких вопросов. Я сказал ему, что я один из протестантов, которые серьезно задумались над этим. Он увидел меня осведомленного в некоторых вещах, и поэтому он мог представить себе других протестантов, которым известно многое и которые не собираются молчать. Эта ситуация была просто изумительной. Изменение в его поведении и выражении лица свидетельствовало о том, что он считал себя находящимся в полной безопасности. И вдруг он понял, что их секреты и тайны совсем не являются недосягаемыми для других. Я этого никогда не забыл. Считаете ли вы орден иезуитов так называемым тайным обществом? Да, это общество можно считать тайным обществом с той точки зрения, что орден иезуитов, вернее, то, что вы и остальные люди о нем знают, не является подлинной информацией и подлинным орденом иезуитов. Это значит, что даже не все иезуиты в самом ордене иезуитов знают все секреты и тайные планы, которые существуют в тайных обществах их тайного ордена. Спиритизм и папство связаны друг с другом теснее, чем ваши два пальца на руке. Что можно сказать о культе под названием Фатима? Этот культ поддерживаемый римским католицизмом по всем признакам сегодня проявляет негативизм по отношению к католической церкви. Они называют папу, который сегодня у власти антихристом. Дело в том, что сатана пытается привлечь как можно больше людей на свою сторону. И особого успеха он достигает, создавая что-то новое. Он способствует созданию различных новых культов и обществ. Вот почему вы наблюдаете такое большое количество церквей, культов и тому подобного. Если он не может привлечь человека в одно общество, он привлекает его в другое. И самым эффективным его инструментом является телевидение. Сатана управляет всеми этими разнообразными организациями. Католическая церковь самая развитая и большая из них. У него также есть и другие, чтобы содействовать его планам. И в некоторых случаях его целям содействуют даже противоположные друг Существует ли связь между иезуитами и коммунизмом? Это долгий разговор. Но проще говоря, коммунизм возник по инициативе католической церкви. Даже сам Папа является самым настоящим коммунистом. Как-то они послали иезуитов в маленький русский городок, где они желали распространить католическую веру. Это я узнал от своего надежного сотрудника, человека по фамилии Бабенко, сообщающего о работе в этом направлении. Он сообщил о том, что после безуспешной попытки достичь этой цели, они заменили весь состав иезуитов двойным их количеством в этом городке. после долгих лет работы они не имели никаких результатов. Поэтому на одной из своих больших встреч в Ватикане, где встречаются высшие должностные лица, они решили, что единственным способом распространить католицизм в России заключается в том, чтобы забрать их детей от родителей и воспитать их по-своему, удалив их от православия. Эта цель была тщательно спланирована и для этой цели они решили распространить коммунизм в России. Это привело к так называемой диктатуре большевиков, что со временем изменило позиции христиан, лишенных своей веры на мировоззрение большевиков. Итак, связь между сионистским иудаизмом и коммунизмом по-вашему представляет собой выдуманную историю. Да, в определенной степени, но все же они использовали и евреев настолько, насколько смогли. Итак, римская католическая церковь использует также и евреев. Они используют всех и каждого, кто может посодействовать их планам и целям. Но многие писатели пишут о международной еврейской тайной организации, апеллируя к историческому материалу, показывая роль евреев в мировых событиях. Получается, что они использованы в качестве козлово отпущения, чтобы взять на себя все ненужные обвинения. Совершенно верно. Все происходит именно так. Возможно, вы читали книгу под названием «Сионисты готовятся завладеть миром» или что-то в этом роде. Я имею также одну из книг, которую не так легко достать, к тому же это может сделать не каждый. у меня есть такие возможности, хотя это требует времени. К тому же я могу достать вам некоторые книги только для того, чтобы вы хранили их у себя. Я хотел сказать следующее. Когда сионисты получили весь огонь на себя в результате того, что католики поддержали издательство подобных книг, то как вы думаете, с какой целью Гитлер расправлялся со всеми евреями? Он это делал для того, чтобы избавиться от этой надуманной угрозы захвата мира сионизма. Он сделал то, чего от него хотели антисемиты. Но антисемитизм ведь существует и действует. Неужели католики также пытаются взять под контроль и это движение? Католики имеют особый совет из 300 человек, которые занимаются только тем, что думают о том, как, где, когда, и с чьей помощью им достигать своих целей и исполнять свои планы? Война во Вьетнаме имеет только одну причину. Соединенные Штаты были использованы для того, чтобы распространить католицизм во Вьетнаме. Что вы думаете об организации «Рыцарь Колумба»? Я знаю слишком много о них. Слишком много, чтобы все рассказывать. Я понимаю. Но я скажу одно. «Эта организация обладает большим влиянием в Соединенных Штатах, и они имеют связь с армией и стачи». С армией и стачи? Да. Присутствует ли организация «Рыцарь Колумба» в других странах? Везде, где только католицизм имеет влияние, там имеет влияние и эта организация. «Являются ли рыцари Колумба филиалом ордена иезуитов?» Они все действуют сообща, в одной связке. Знаете ли вы что-то о связи между римским католицизмом и масонством? Они связаны и сплетены. Вы хотите сказать, что римский католицизм практически манипулирует и контролирует масонами? Римские католики достигли такого уровня, при котором они контролируют очень многих. Это имеет отношение также и к масонам. Неудивительно, что масоны имеют на главных постах католиков. Почему ваш муж не говорил «они управляют нашей церковью?» Расскажите об этом. Его общество управляет нашей церковью. Вот как он говорил. Кого он имел в виду? Католическую церковь. Католическую церковь управляет всеми церквями. Он говорил вам об этом? Да, говорил. И он имел в виду, что католическая церковь управляет также и церковью администов седьмого дня. Ну, я бы сказала, высказывание было очень близким к этому. Я не могу вспомнить точную формулировку его высказывания, но я поняла мысль, которую несли слова того высказывания, которое он употребил. Он сказал «мы». Когда он говорил «мы», он имел в виду церковь и себя. Он всегда включал себя и себя в свою церковь. Из последнего свидетельства бывшей жены католического священника и агента мы получаем впечатление той незыблемой уверенности католической церкви в том, что она почти владеет народами и организациями мира. Очень скоро нас постигнет время страшного преследования, и среди верных христиан будет много мучеников. Послушайте слова из книги Откровения, 17 главы 6 стиха. «Я видел, что жена, то есть символ католицизма, упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых». Эта церковь объединяется с правителями мира. Послушайте, что сказано в 12 тексте. «И десять врагов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час». Правители этого мира отдадут свою политическую власть той политической системе, которая будет управляться папством. И эта система начнет войну с Богом и его последователями. В 18 главе книги Откровения содержится часть вести Божией к этому миру об этой церкви. «Яростным вином блудеяния своего она напоила все народы и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Правительства этого мира состоят далеко не в святом союзе с римской системой папства, и Бог собирается судить их за это. Я бы хотел, чтобы вы внимательно послушали свидетельства доктора Хайербукса, когда он будет делиться своим видением мировой политики. Я могу сказать, что был за той дверью, где все планируется. Мне было сказано, что они хотят заселить юг, и уже тогда мне было сказано, что они планируют Вторую мировую войну. Я знал, что они планируют переселение иммигрантов, чтобы заселить юг этими людьми. Они сделали это. О каких иммигрантах идет речь? О тех, которые переехали во время войн и позже. Интересно отметить, что Ватикан совсем не потерпел вреда от бомбежек. Моя жена была главной сценографистой в Пентагоне на то время. Она передавала все распоряжения и приказы ключевым фигурам того времени. И она передавала приказы о том, чтобы ни один самолет протестантских стран не пролетал над Ватиканом и вообще над Римом, потому что они опасались, чтобы кто-то из протестантов не начал бомбить Ватикан. Знаете ли вы, что глава комиссии по иммиграции в Германии в то время был преданным католикам? Он распорядился, чтобы в Нью-Йорке были подготовлены люди для использования в их спецоперациях. Эта группа была отправлена на корабле для переправки одного из них в Москву для выполнения особых задач. Я имел честь работать с Бабенко и мы говорили о разных вещах. Мы имели доступ к информации, которую хотели знать. Мы могли даже облачаться в мантии священников, чтобы выглядеть как священники. Поскольку он разговаривал на 44 языках лучше, чем я на своем английском, а его жена на 33 языках, и он с колоссальной скоростью изучал новые языки, что было просто похоже на волшебство. генеральная конференция использовала его в качестве переводчика, отправляя его туда, куда было нужно. Он был в Европе, Азии и совершал много работы. Когда он был в Азии, в районе Гималаев, где очень трудно изучить язык местных народов, он знал, что в Европе будут происходить неожиданные события. И поэтому он собирался выяснить эти подробности. Он взял самолет, полетел туда, оделся подобно кардиналу католической церкви, и он был там среди других таких же священников, сказав им, что не понимает их языка и нуждается в переводчике. Ему предоставили переводчика, но он прекрасно понимал язык говорящих между собой священников, понимал все, что они говорили. А также все, что они говорили о нем. Ему удалось произвести впечатление высокопоставленного лица, и поэтому он выяснил некоторые вещи, которые в противном случае никогда бы не узнал. В Европе он узнал о том, что католики намерены покончить с греко-католической ортодоксальной церковью. Причиной этому была неудачная попытка организации Иллюминати приобрести банк в России. Видя, что они не могут этого сделать по причине мудрости их противников, они решили от них избавиться. В каких годах это было? Это было в далеких годах предшествующих Первой мировой войне. Конец первой части. Продолжение следует.